Приветствую вас, давайте мы с вами для начала попробуем выяснить цель, цель, с которой вы к нам обратились, именно к психологам. А какой ваш вопрос, чего хотите? Девушку поменять, чтобы она отказалась от учебы, например, своей. А может быть сами поменяться хотели бы, или что? С какой целью вы обратились к нам? Понимаете, это, на мой взгляд, очень важный вопрос. Потому что пока я не очень понимаю, чем мы вам можем в этой ситуации помочь, если вы не задаете вопросов. То есть проблемы есть, да, это понятно, что проблемы есть. Но именно от психолога вы чего хотите, что вам нужно, что бы сделал психолог в этой ситуации. это, значит, это первый, да, первый важный момент. Второй момент, значит, ну, с точки зрения психологии, с точки зрения психологии, проблема ревности – это исключительно ваша проблема, и связана она исключительно с тем, как вы воспринимаете себя, как вы воспринимаете свою девушку, как вы воспринимаете ваши с ней отношения и так далее. То есть, с точки зрения психологии, проблема заключается в том, что вы, ну, например, недостаточно уверенно в себе, недостаточно ценностно к себе относитесь. Чего-то боитесь, обязательно, обязательно чего-то боитесь, обязательно чего-то боитесь, обязательно что-то вам, что-то у вас вызывает страх. Это обязательно. В любом случае. В любом случае. Вот. Далее. Это обращение одиночества, то есть, возможно, вы боитесь быть одним. Это недолюбленность. То есть, вам нужно, чтобы человек был только с вами, вон он испарялся в вас, и соответственно, чтобы, ну, принадлежал только вам. Вот. И чтобы был только с вами. Вот. Это, соответственно, не что иное, как такая вот форма реализации контроля. То есть, так вы пытаетесь обезопасить себя. Так вы пытаетесь сделать свою жизнь максимально безопасной. Любите ли вы девушку в этой ситуации? Ну, может быть, может быть, вы ее любите, может быть, вы ее и любите, может быть. Но, даже если вы ее любите, то любовь ваша, она не является, скажем так, чистой, потому что здесь есть примеси. Вот. Здесь есть примеси, и эти примеси не позволяют вам принимать девушку такой, какая она есть. То есть, с ее учебой, с ее делами, с ее желаниями и так далее. И вот здесь есть важный момент, что ведь ранее эту девушку вы принимали. Ранее-то ведь никаких проблем не было с тем, чтобы принять ее. Проблема-то появилась после какого-то времени, после происшествия какого-то времени. Значит, что-то изменилось именно в вашем отношении либо к ней, либо к себе. То есть, вы стали на нее возлагать, ну, возможно, большие надежды, чем до этого. То есть, вы стали привязываться к ней. И здесь, конечно, еще один важный момент всплывает в покое, что девушка для вас имеет большее значение. То есть, у вас есть сверхмотивация с ней быть. И эта сверхмотивация с ней быть продиктована вашими уже желаниями. Вот. На мой взгляд, это также называется вам проработком. Потому что ревность, она губительно сказывается на отношениях любых. Что касается глупости и пошлости, о чем вы написали в своем сообщении, то здесь ситуация мне представляется в виде невротического поведения. То есть, вы подавляете в себе какие-то желания, но проецируете их на девушку. Я не желаю, чтобы она это сделала, но вот. Я не желаю, чтобы она действительно применила вам, и вы бы, например, получили бы в результате этого, ну, какое-то, хоть даже немного извращенное, но удовольствие от того, что она это сделала. Здесь можно говорить о ваших собственных потребностях. Здесь можно говорить о том, чего хочется вам. Вот. И здесь можно говорить о том, насколько вы себя выжимаете, и почему это происходит. Вот. То есть, откуда это. Также подобная ревность не может быть, ну, не может быть самой по себе, значит, скорее всего, с вами что-то происходило. Скорее всего, что-то неприятное, то есть, ну, либо в вашей семье были измены, либо вас во взрослой жизни предавали. Вот. И, соответственно, из-за этого можно задать такой вопрос, что для вас, значит, вот то, что она делает, девушка, я имею в виду. То есть, ну, допустим, допустим, она действительно занимается какими-то вещами, которые могут показаться глупыми, ну и что? Это ее право. Что для вас это означает? Что для вас значит вот то, что делает она? Именно для вас что это значит? Ведь вы же ревнуете так именно потому, что видите для себя угрозу в этом. Соответственно, если понять, в чем угроза вам именно, то можно будет увидеть, что эта угроза существует только в вашем воображении, например. И только вы, допустим, в силах что-либо сделать для того, чтобы она, эта угроза, ну, перестала вам там мешать. Докучать и так далее. То есть, это только ваша ответственность. И вопрос заключается в том, хотите ли вы что-либо менять в своей жизни? Хотите ли вы сделать так, чтобы, например, девушка с вами была, допустим, счастлива, чтобы у нее, допустим, все было хорошо? Чтобы она, допустим, не боялась, например, вам что-то сказать и так далее. Ну и, конечно, это вопрос, безусловный вопрос доверия между вами. Подобные вещи подрывают любое доверие, я надеюсь, что это понятно. Значит, ну, что еще вам можно, что еще можно сказать? Если девушка захочет вам изменить, например, она с большей долей вероятности это сделает. И никакой контроль, ничего не удержит ее от того, чтобы этого не делать, если она захочет. Поэтому, помимо того, что я сказал, вы можете сейчас, то, что вы можете сделать сам реально, это каждый раз, когда вам хочется ревновать. Каждый раз перенаправляйте свою энергию в наш позитивное русло так, чтобы проявлять девушке своей девушке, значит, позитивное русло, это то, что вы реально можете сделать сейчас. И одновременно с этим будет лучше, если вы подумаете, что именно вы себе не принимаете. Потому что это является ключевой особенностью того, что вы ревнуете. И также это является особенностью того, почему вы боитесь остаться одной, простите, один, что и определяет вашу ревну. Ну и подумайте сами, чего бы вам хотелось. Каких отношений вам бы хотелось. Потому что это очень важный момент на самом деле, ибо я уверен, что вы располагаете неким образом желаемых вам отношений, которые вы хотели бы иметь. Но проблема в том, что нужно ведь и обеспечить этот образ. То есть вы не можете просто хотеть каких-то отношений. Вам нужно именно обеспечить их, обеспечивать их, эти отношения. И я полагаю, что это очень важный момент. И я полагаю, что это очень важный момент. Каких отношений вы хотели бы для себя? Каких отношений вы по вашему мнению заслуживаете? И соответственно, что можно сделать для того, чтобы они у вас были? Эти отношения. Понимаете? Понимаете? по факту, что можно назвать ответом на ваш вопрос. Понимаю, что, наверное, это не совсем то, чего вы хотели бы. Понимаю, что, наверное, вы ожидали немножко другого. Ну и вы пытаетесь также понять, что для более конкретной помощи вам нужно иметь больше информации о вас. И нужно все-таки именно работать. То есть работать, заниматься индивидуальной работой. А не то, что вы, грубо говоря, делаете вот сейчас. Да, вы просто задаете вопрос какой-то. Даже не вопрос, а просто рассказываете свою проблему. Вот. И, собственно говоря, все. То есть как бы для этого. Вот. Для этого нужно работать. Личностный рост необходим для того, чтобы избавиться от времени. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас задались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.